Брейк-данс, рэп, битбокс, локинг, паппинг. Продемонстрировать свои умения в современном молодежном альтернативном направлении культуры решили более 60 человек. Причем среди участников оказались не только сочинцы. Юные гости курорта, зрители фестиваля также решили себя проявить. На сцену фестиваля «Молодежный катран» вышли и рок-группы. Мероприятие действительно интересное, популярное. Таких мероприятий нужно по Сочи делать как можно больше. Спопуляризовать такие направления, как хип-хоп, локинг, паппинг и так далее. Больше таких мероприятий, которые повышают уровень танцоров и уровень культуры города. Многие из участников «Молодежного катрана» – опытные ребята. Выступали на сценах разных городов. А для кого-то именно это мероприятие стало первой отправной точкой. Лучшие брейкеры, рэперы и рокеры получили дипломы и, конечно же, заветного катрана. Черноморскую акулу специально выливали из стекла для сочинского фестиваля. Но все же, отмечает молодежь, здесь главное – участие. Сейчас тренируемся в стаффе, с стаффовскими людьми, с бибойми, крутыми чуваками. Еще пока нужно набирать опыта, еще нужно нарабатывать, развиваться. Очередной баттл уже назначен через год на этом же месте в Доме культуры «Адлер». Ольга Десятого, Инга Габеши, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ».